Здравствуйте уважаемые коллеги дорогие друзья с вами Ревятин Дмитрий и в этом видео пойдет речь о том как правильно хранить кисти ну вот я знаю что в магазинах продаются такие емкости ведерочки и сверху на них есть либо пружинки либо какие-то крепления для чего это делается кисть вставляется в это крепление в пружину в ведерочку наливается масло и таким образом кисть в подвешенном состоянии вот если она опускается здесь вот зажим здесь налито масло и кисть волос кисти не касается дна не касается краев емкости но находится в масле и таким образом кисть не засыхает и после работы вам даже не обязательно ее мыть мылом потому что она все-таки портится волос от мыла если часто мыть вот и особенно синтетика и вот так таким образом хранят люди художники кисти вот именно в подвешенном состоянии но такая ведерочка допустим я видел цен и по две с половиной тысячи стоит хотя там ничего особенного нет я разработал свою ведерочку вот и мне кажется она наиболее интересно чем магазинная тем что она даже закрывается и масло не пахнет то есть вы можете даже в комнате хранить кисти где-то пописали масло окунули эту кисть поставили и все она будет храниться как и предлагаю решить эту проблему как изготовить эту ведерочку смотрите у меня есть вот такая ведерочка из под краски они бывают различные тут из под акриловой краски различные и и надо вымыть такая чистенькая ведро да ее можно будет дальнейшем даже подвешивать она может где-то висеть у вас если в мастерской там где-то что мы делаем мы с вами делаем в крышечке дырки сейчас я покажу как это сделать в чем их можно множество делать различного диаметра под ваши кисти но приблизительно под ручки кисти я сейчас расскажу и покажу как это сделать потом мы берем вставляем кисть снизу вверх и опускаем прихлопывая в ведро здесь налито масло но где-то вот до сих пор до налито масло на дне и получается так что кисть вставляется вот в эту крышечку и висит волос кисти не касается бортов что позволяет сохранить ее рельеф чтобы она волосы и не загнулся как-то ничего такого не было делается это буквально 30 минут то есть вымыть ведро и просверлить вот эти вот дырочки вот ничем не уступает магазинному то есть там единственное что она металлическая но она открытая ну бывает конечно закрытые варианты но они еще дороже то есть это очень дорого я предлагаю бесплатный вариант и между прочим плотно закрыв крышку вот эта крышка не пропускает даже воду запаха никакого совершенно не будет будьте уверены что ее можно даже куда-нибудь на балкон поставить и все поэтому хранить вот кисти в такой емкости это очень выгодно ну и соответственно я советую брать либо такие небольшие дырочки либо чуть побольше там будет побольше объем для кистей вот в эту часть можно насверлить дырок и оставить кистей ну я думаю так около 20-30 кистей можно поставить то есть больше и не надо потому что на самом деле художник пользуется но не больше 10 кистей у него да есть поэтому единственное что ручка кисти будет закруглены но они фактически все такие сейчас продаются плоских вариантов очень мало так как это сделать нам понадобится рулетка 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 какая-нибудь либо вот дрель либо вот такой вариант рулетка обычная и сверла сверла различного диаметра под кисти то есть вот я приблизительно знаю что у меня есть различные кисти сейчас я покажу вот такие вот допустим да одна маленькая другая побольше и я смотрю на толщину кистей вот она толщина кистей вот и мне нужно исходя из этих размеров просверлить дырочки можно даже над дырочками маркером подписывать номер кисти смотрите мы открываем ведро открыли измеряем сколько до дна вот в этом случае 19 сантиметров от 1 до крышечки 19 сантиметров да вот и от 19 убираем 5 сантиметров приблизительно да точнее даже не 5 сантиметров 4 сантиметра это для чего нужно вот эти четыре сантиметра вот здесь будет налито масло до на дне и вот в пределах этих четырех сантиметров будут висеть волос кисти но я хочу сказать что даже если волос кисти будет касаться на половину то она уже не засохнет на половину в масле тем более испарение не будет происходить потому что ведро будет закрыта и соответственно масло не будет испаряться при закрытом не будет как я уже говорил запаха вот ну и как же нам высчитать теперь мы берем кисть которая нам нужно вот которыми мы наиболее часто пользуемся допустим вот такая кисть и от этой стороны я отмеряю вот если 19 убираю 4 получается 15 сантиметров и вот замечаю что вот здесь вот на этом расстоянии вот я пальцем держу будет кисть воткнута да вот в эту верхнюю штучку верхнюю крышечку а вот эта часть уже будет в ведре и соответственно вот этот волос будет в масле находиться кисти вот остается высчитать вот эту толщину подобрать приблизительное сверло ну вот в данном случае вот такое сверло подойдет делаем дырочку и все все проблемы и так мы поступаем с каждой кистью которые вот приблизительно у вас есть главное что чем больше вот этих разных дырочек разного диаметра тем лучше то есть вы сможете уже покупать различные кисти лучше много дырочек там ну по три например сделать одного диаметра дырочки да чтоб три кисти можно было помещать одного размера больше я думаю вам и не потребуется вот у меня студия в москве приходят ученики и в принципе я даже могу до десятка вот кистей одного размера сделать в одну вот такую емкость чтобы их там оставлять вот ну вот такую я придумал емкость теперь хочу показать вам как и это сделать можно смотрите друзья мы с вами берем какой-нибудь пенопласт любой вот я взял ненужный пенопласт берем крышечку нашу переворачиваем ее а нет не переворачиваем вот так кладем как она есть так и прижимая рукой делаем одно отверстие зачем это делается для того чтобы для того чтобы она не лопнула это обязательно надо делать то есть просверлить отрез отверстия можно даже сверлами по бетону если у вас нету в наличии то их не обязательно покупать это легко очень сверлится для чего конопласт но чтобы соответственно не повредить полка вот теперь я могу взять кисть сейчас давайте попробуем эту кисть вот вставляю в это отверстие в это отверстие вот и у меня получается вот такой вариант теперь я могу опустить в ведро предварительно налив туда масло и у меня получается вот такое приспособление для хранения кисти когда мне нужно когда мне нужно взять кистью здесь я кстати могу номер кисти подписать чтобы не путаться потом я открываю просто таким образом вытаскиваю снизу вот сюда это кисть и обмываю я там может быть white spirit white spirit окунаю там просто отряпочка вытираю и продолжаю живопись вот как мы в процессе и работаем еще раз вот я вставляю кисть закрываю сюда предварительно будет наливаться масло можно сделать какие-то деления вот здесь вот сколько масла но это все мелочи это на ваше усмотрение вот и получается такая емкость для хранения кистей ее вид как я уже говорил она очень герметичная вот эта посуда она если ее перевернуть при плотном вот так если закрыть и перевернуть то даже вода не выливается поэтому запаха совершенно никакого не будет испарения не будет вот эти поры будут прикрыты кистями соответственно идеальный вариант для хранения ваших кистей вот сейчас я сделал еще несколько и покажу что у меня получилось вы видите я сделал несколько отверстий и самое интересное что много места оставил внутри и я смогу если дырочки вот эти будут расширяться еще больше делать отверстий то есть это на долгое время хватит и конечно различные варианты кистей возможно даже плоские кисти ручки от плоских кистей для этого нужно просто делать резачком плоские такие дырочки пластмасс очень легко режется единственное что нужно учитывать чтобы она не треснула для этого очень аккуратно сверлите дырки чтобы она не треснула вот так выглядит изнутри то есть вот и большие кисти и маленькие мы все можем сюда и причем разного размера видите вот такая кисть вот она она подходит тоже и приблизительно на одном на одной высоте кроме того эти кисти можно регулировать то есть можно пониже опустить повыше опустить вот они довольно плотно входят вот я пониже чуть опустил вот таким образом значит еще разок наливаем масло в эту емкость в принципе можно даже подсолнечного масла налить купить то есть они даже будут в подсолнечном хранится ничего страшного ну вы сами понимаете что запаха быть не может вот опускаем вот таким образом защелкаем все у нас кисти будут храниться сколько угодно хоть месяц более того если у вас кисти засохли вы допустим порисовали ими писали там картину кинули где-то они у вас засохли и все я рекомендую купить керосин либо даже можно ацетон что то такое вот и на недельку вот в такую емкость поместить то есть налить керосин или ацетон и их так вот опустить они размякнут а потом их надо будет просто так вот с нажимом на волос понажимать вот так и соответственно краска эта вся разойдется в этом керосине либо ацетоне и вы сможете в дальнейшем писать этими кистями вот такое хранение кистей облегчает вам и время то есть облегчает вам работу то есть вам не нужно после живописи что то делать применять усилия мыть кисти там очищаться отмываться вы просто ее воткнули в эту ведерочку и прикрыли крошечкой и поставили и второе все таки кисти которые не каждый раз моются мылом а вот хранятся в масле они у них волос будет походит значительно дольше чем те которые вы постоянно промываете в каком средстве чистящим опять же живопись когда вы начинаете живопись свою вы взяли открыли вот эту коробочку вот она сейчас плотно закрывается вот так достали допустим кисть вот я достал кисть она новая но вот допустим она грязная да вы ее окунаете в white spirit обтерли салфетку как вы это делаете во время живописи и все и продолжаете уже пользоваться этой кистью как обычно как будто только что писали вот какой то там пейзаж или натюрморт так что я буду с вами делиться такими секретами и вот такие всякие вещицы буду периодически о них рассказывать вот о таких приспособлениях которые я придумываю с вами был Ревякин Дмитрий Владимирович смотрите мои мастер-классы до новых встреч друзья и удачи вам в творчестве пока